Мудрые люди, наверное, сказали бы, плохая примета, когда политический сезон начинается разгромом оппозиционного телеканала Интер. Причем ситуация тем хуже, что официальный Киев не просто не попытался защитить свободу слова в стране, а планомерно подливал масло в огонь. Министр внутренних дел Арсеноваков, не стесняясь, заявил, что его ведомство постарается обеспечить такой порядок в стране, чтобы на ее территории не работали каналы, которые провоцируют народ. Нападавшие обвинили Интер в антиукраинской позиции. В то же время сами украинские журналисты уже назвали поджог телеканала вторым домом профсоюзов. Для справки, Интер является одним из лидеров украинского телевещания и имеет официальную лицензию до 2022 года. О том, как на этом фоне выглядят планы Украины на евроинтеграцию, о намерениях ее американских кураторов, о секретных тюрьмах СБУ и предстоящей зиме, будем говорить в открытой студии с российскими и украинскими экспертами. Начнем с сюжета Юлии Сеферинкиной. Уже с первых минут заседания Рады стало ясно, летние каникулы прошли даром. С трибуны звучат все те же, не выполненные в прошлом году обещания, только теперь гораздо более нахально и амбициозно. Так что выступление Порошенко уже назвали самым пафосным в истории страны. Мы вышли на беспрецедентный и как никогда тесный уровень сотрудничества со странами-членами Альянса, который будем повышать, расширять, углублять до полного достижения критериев членства. Нашей стратегической целью остается вступление в НАТО. Я хочу подчеркнуть, этот путь для нас незыблемый, как полярная звезда на звездном небе. Этот незыблемый путь два года был усеян враньем, заискиванием и лестью, с помощью которых Порошенко пытается просочиться в Европу. Ну и конечно не обошлось без воинственных, но заунывных заклинаний. Президент Незалежный то и дело говорит о мобилизации великой украинской армии, деньги на оснащение которой, как водится, просят у Запада, и о священной войне с главным врагом России. Я лично не хотел бы ни мобилизации, ни военного положения. Я вижу совсем другой путь для нашей страны. Но будет ли волна частичной мобилизации или полной мобилизации, окончательно этот вопрос зависит от Москвы. Увлеченный своими навязчивыми геополитическими мечтами и фобиями, Порошенко, похоже, даже не заметил, как оставил в стороне все внутренние проблемы страны, которые за лето не только никуда не исчезли, но стали еще острее. В минувшее воскресенье радикалы облили студию телеканала «Интербензином» и подожгли. Тем, кто спасался на крыше, повезло. Нападавшие до них не добрались. На этом везение и закончилось. У операторов убили камеру, когда на нас набросились, оператора, его половину церкви, сбили, поделись, скажем так, и отбрали камеру, на которой были, как на светлые поджигатели. Вот туда поставьте полосу, просто вышел на него. Позже полиция задержит шестерых подозреваемых в поджоге, но вскоре отпустит. Организаторов искать, похоже, никто не собирается. Это несмотря на то, что в интернете появились кадры самого нападения, по которым видно, атака была тщательно спланирована. Но о каком правосудии может идти речь, когда украинские власти и сами рады разгрому неугодного канала? Это стало лишь следствием. Вы должны признать, что причиной всему послужила именно ваша программная концепция. Украину залили кровью, вас подожгли. Если не опомнитесь, завтра вас застрелят, и никто ничего не сделает. Кроме угроз расстрелом, глава надсовета по телевещанию предложил принять закон, разрешающий лишать лицензий каналы, цитата, «разжигающие вражду». То есть все те, которые позволяют себе показывать даже не оппозиционные материалы, а просто немного отличную от официальной точки зрения. Заподозрить Интер, рьяно критиковавший Россию, в отсутствии лояльности к официальному Киеву трудно. Но, видимо, телеканал все-таки недостаточно агрессивно навязывал гражданам нужный курс. Похоже, и без того задыхающаяся свобода слова внезалежной испустила последний вздох. Я приветствую наших уважаемых гостей, экспертов в московской студии. Евгений Георгиевич Торло, Сергей Борисович Станкевич. Здравствуйте. 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 Евгений Георгиевич, первый свой вопрос я вам адресую. Ну, то, что причиной разгрома Интера стала попытка давления Авакова на Фиртыша, ну, это кажется очевидным. Тем более, что, так сказать, поражает бесстрашие министра внутренних дел, который даже не пытается скрывать своего интереса. Известно, что погром начался ровно через 15 минут после того, как от здания телеканала отъехали полицейские, которых вызвали журналисты. Что же дальше-то будет? Дальше будет еще хуже. Я думаю, что это сигнал для Фиртыша и для всех тех, кто организовал, проплачивал Майдан или просил Россию не вмешиваться. Это наши внутренние проблемы украинские. Все будет нормально, мы должны жить дружно. Вот Фиртыш, Ахметов, они, если не прямо способствовали, то, по крайней мере, не мешали свержению законной власти. А многие олигархи, такие как Порошенко, Тарута, Коломойские, напрямую финансировали Майдан. А сейчас они пожинают то, что они сами допустили. Влияние олигархов в украинской политике по-прежнему чрезвычайно. Все говорят про Вашингтонский обком. Да, Вашингтонский обком. Да, его представитель, инструктор сидит там в посольстве и выдает указания. Но это политический пласт. А массово, как была власть у украинских олигархов, так она и осталась. В Раде сидят их массажисты, водители, охранники и прочие марионетки, за ниточки которых дергают. И они принимают угодно олигархам законы. Состояние Ахметова, Фиртыша их колоссальное. Вот сейчас пусть Фиртыш, его друзья, всякие пинчуки, Тарут уже, по-моему, прозрел немножко, и Ахметов поймут, что даже если у них есть дома, и живут они постоянно в Вене и в Лондоне, скоро ничего от их состояния не останется на Украине. И не смогут они больше денежки там получать. И все это закончится очень плохо. А как только они перестанут что-то иметь на Украине, их вышвырнут или на Западе, они там тоже станут не нужны. Сейчас, знаете, когда Ахметов пытался что-то организовать на Донбассе, какую-то поддержку, его пригласили куда нужно и спросили в Великобритании, где он постоянно живет, в Лондоне. У него там огромный дом, поместья, там все, что нам нужно есть. У тебя паспорт какой? Английский. Вот и молчи. Вот и сиди. И вот сейчас пусть подумает господин Ахметов, что дальше будет с его домами и поместьями. Они уже все в результате Майдана стали в 5-10 раз беднее. Ну, бедность, это, конечно, относительно. А очень относительно, я так понимаю, да. Но, во всяком случае, и состояния уменьшились. Понятно, да, понятно. Единственный господин Порошенко стал еще богаче, и Яценюк вошел в клуб миллиардеров. В этой связи вопрос. Сергей Борисович, у вас есть объяснение, почему Порошенко не заступился за Интер? Больше того, он назвал журналистов пособниками ДНР, если я не ошибаюсь. Да, это при том, что на самом деле сам Интер о Донбассе говорил как о врагах, наемниках, бандитах. Ну, не сходится, да. Мысль только одна. Зачищает конкурентное поле для собственного телеканала. Я Петре Алексеевича. Ну, Интер, конечно, никакой не оппозиционный канал. Единственное, чем он отличается от мейнстрима, давно установившегося в украинских СМИ, это то, что они не так жестко, не так оголтело ведут милитаристскую пропаганду. Но, в принципе, позиция принципиально не отличается каким-то образом. Меня здесь больше даже волнует не столько конечная судьба именно этого канала, сколько, вы, может быть, удивитесь, политическая судьба Петра Алексеевича Порошенко. Вот он вышел с очень важной речью, обращенной к парламенту. Он этой речью пытался задать тон новой сессии Верховной Рады. Он пришел после выборов как президент мира и реформ в эту страну. И что же мы услышали? Президент мира говорил в основном о войне. Президент мира говорил главное о чем? О вступлении в НАТО. Заведомо, причем, зная, что этого никогда не будет, это, в принципе, в ближайшие 50 лет невозможно, а потом и НАТО не будет уже, некуда будет вступать. Но он, тем не менее, на этом делает упор. Он делает упор на довооружении страны. А что он мог бы сказать? Вот он хорошо владеет английским языком, да? Он мог бы обратиться и к парламенту, и к нации, my fellow Ukrainians, мог бы он сказать, дорогие мои украинцы. Вот я пришел как президент мира, вот давайте мы в эту сессию Верховной Рады примем 4 закона. Нас от мира отделяют 4, вы не поверите, 4 закона, 4 шага. Вот 4 закона, которые давно уже подготовлены, внесены в Раду, мы принимаем на этой сессии. Мы реинтегрируем Донбасс в состав Украины. Мы закрываем опять украинскую границу. И мы 20 лет занимаемся строительством новой экономики, нового государства в условиях мира. Вот это мог бы он сказать, и это достижимая цель. И этот состав Верховной Рады может войти в историю как нескольких городов. Сергей Борисович, очень простой вопрос. Но ничего подобного не было сказано. Очень простой вопрос, да? Но то, что вы говорите, очевидно, да? Вопрос. Он не понимает или он злонамерен? Значит, уверен, что понимает. Кроме того, ни один президент в мире, он не работает в одиночку. Есть, мне доводилось работать с президентом России. Я точно знаю, что президент очень зависит от экспертно-аналитического окружения, которое формирует его картину мира и дает ему расклад возможных альтернатив проводимого курса. Вот видно по этой речи, что качество экспертно-аналитической среды у Петра Алексеевича Порошенко крайне низкое. Иначе бы он не с таким посланием вышел в Раду. Он все понимает. Но он не может решиться. Отсутствует достаточный волевой резерв личностный. И он, возможно, с внутренней тоской видит, как время утекает, времени становится политического у него все меньше, а главных своих решений он не принимает. И фактически что сейчас произошло? Произошло страшное. И это продемонстрировал эпизод с Интером и речь Порошенко в Раде. Мы увидели, что возникло параллельное государство. Что есть официальное государство Украина, во главе которого стоит Петр Алексеевич Порошенко, и есть другое параллельное государство. Оно пока не вошло во властные кабинеты, но оно готовится, ждет своего часа. И если Петр Алексеевич Порошенко продолжит в таком же духе, параллельное государство станет главным. Не жалко Петра Алексеевича, только потому, что своих советников, мы все понимаем, что это коллеги из Соединенных Штатов, он выбирал сам. Он ничего не сделал для того, чтобы расширить или изменить это свое поле, взгляд на происходящее. Да, Виндерович. Позвольте не согласиться с моим коллегой Сергеем Борисовичем. Я думаю, что дело не в проличе воли у господина Порошенко, и не в том, что у него плохие советники. Дело в том, что не он советников подбирал, а советники его подбирали. Это разная принципиальная ситуация. И не он говорит советникам, что бы он хотел, и какова воля политического лидера. И не он не устанавливает волю украинского народа. А он идет по тем рельсам, на которые встал, из которых соскочить не может. Ему определяют, есть обком там в Вашингтоне, ну я по нашей аналогии. Вот оттуда директива. Раньше из Москвы они все там кричали, Москва им москалин диктует. Теперь из океана. Но там еще хуже знают, что творится на Украине. И не понимают. Опять, до того времени, пока не будет новый президент выбран в Соединенных Штатах, политика Соединенных Штатов... Евгений Георгиевич, я вас не перебивал, Сергей Борисович. Я вас не перебивал, Сергей Борисович. Еще раз. Сергей Борисович, я не перебивал вас. Я тогда вас перебью в следующий раз. Да? Я хочу сказать, что на сегодня политическая воля определяется Вашингтоном. То, что происходит на Украине. И он не может заскочить, потому что те люди, которые определили направленность в Украине, он лишится поддержки их. Не может Вашингтон изменить сейчас начатую политику. Ответственность за эту политику, она лежит на тех людях, которые сейчас у власти. И до тех пор, пока они не сменятся, ничего меняться не будет. И Порошенко не может. А воинственная риторика антироссийская, это единственный способ удержаться на плаву. Потому что иначе объяснить катастрофическое положение экономики, катастрофу в социальной жизни, падение уровня жизни людей, невыполнение никаких обещаний невозможно без российского врага. Поэтому он вынужден продолжать эту риторию. Евгений Георгиевич, согласитесь, изобретательность впечатляет. Но я хотела бы все-таки напомнить нашим зрителям, что и их мнение нам крайне важно. Мы ждем Ваших звонков, Ваших сообщений. Для Вас работает медиа-центр. Коллегия, передаю Вам слово. Да, тема действительно актуальна. Тема горячая. Украина всегда находит горячий отклик у наших телезрителей. Я призываю Вас голосовать на сайте нашей программы, нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Вопрос звучит, что в первую очередь будет делать Петр Порошенко в новом политическом сезоне? Три варианта ответа. Как Вы можете видеть, мириться с Донбассом наименее привлекательный для наших зрителей вариант ответа. Возможно, Петр Порошенко будет вредить России, но, скорее всего, будет просить денег на Западе. Так считают наши зрители. Пожалуйста, пишите, звоните. Ваши комментарии прозвучат в эфире открытой студии. Для наших зрителей он привлекательный. Просто все трезво оценивают за и против. Да, к сожалению. К сожалению, наш зритель уже поднаторел в теме Украины. По поводу конкретной ситуации с Интером. Дело в том, что действительно начинается политическая осень, новый политический сезон. И вот такое любопытное мнение, почему нападке подвергся именно телеканал Интер. Дело в том, что он принадлежит, как Вы уже сказали, олигарху Дмитрию Фиртышу. А он сейчас испытывает, прямо скажем, большие трудности. Фиртыш сидит под домашним арестом в Австрии и ждет, не дождется экстрадиции в Америку, где его обвиняют в даче взяток в Индии. И в Америке, если ему выдадут в Соединенном Штатах, в Америке ему грозит до 50 лет заключения. Возможно, политтехнологи правильно проанализировали ситуацию. Пришли к выводу, что телеканал Интер сейчас находится в наиболее слабой позиции. Относительно управления. И почему бы его не отжать? Очевидно, что за нападением на Интер стоит Аваков. Как Вы правильно сказали, после его заявления о нападении и началось. Аваков входит в коалицию с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком. И вот как пишут некоторые эксперты и политтехнологи, Яценюк и Аваков пришли к выводу, что, оказывается, у них нет информационного ресурса. У них нет своего телеканала. У них есть фракция в Раде, у них есть некие посты в правительстве, но у них нет информационного ресурса. Почему бы не отжать самый слабый с точки зрения защищенности ресурс телеканал Интер? И вот началось. Кто-то, может быть, подумает, что мы, может быть, сгущаем краски, да, бесконечно подозревая Вашингтонский обком во влиянии на украинскую политику. Но, а куда деваться? Бесчинство в Интере закончилось почти сразу после того, как посол Мэри Иванович, да, если я не ошибаюсь, да, Мэри Иванович, сделала запись в своих социальных сетях, да, и вот тут же, да, погром прекратился. Поэтому возникает вопрос, где проходит та красная линия, за которую американские кураторы не позволят зайти нынешней украинской власти? Далеко, близко, как это связано с гуманистическими идеалами и ценностями? Обо всем об этом сразу после рекламы. Оставайтесь с нами, мы только начали. В эфире открытая студия. Обращает на себя внимание такая удивительная деталь. Погром на телеканале Интер закончился, ну, почти в ту же самую минуту, когда в социальных сетях высказалась посол США на Украине Мэри Иванович. Денис Олегович, а у Вас есть версия, ну, понятно, что вмешательство куратора, оно объяснимо, ну, почему так поздно, да? Чего ждали? За какую черту решили не заходить? Решили или испугались? Ну, во-первых, у меня реплика есть к Виталию Воронину, который предположил, что там кто-то отжимает канал. Виталий, так каналы не отжимают. Вы сами на телевидении работаете. Камеры и студии не жгут. Так он работает, он не отжимает. Каналы отжимают по-другому. Поэтому это точно не было направлением на то, чтобы заполучить вот этот канал и как-то там захватить, потому что... Камеры не сожгли. Они перестают понимать, что им говорить. Журналист, он такой немножко... Вообще, хороший журналист, вы меня поправите, если я вас немножко обижу. Но хороший журналист должен быть вонючкой. Вот такой настоящий вонючкий, такой немножко невзоров, такой для кого неудобный, неприятный. И он все время против. Вот такой, как та Баба Яга из сказки, которая Баба Яга против. Вот это хороший журналист. И в какой-то момент, моя версия, просто парни, которые действительно рулят там сегодня на Украине, в силу разных причин, в силу того, что их поставили, они как-то пролезли, деньги у них были, у кого-то их больше становится, у кого-то меньше. Но вот эти парни забыли, что журналист не предан навсегда. Они посмотрели, как в России работает. Вот Даренко, значит, вечный враг Лужкова и вечный. Все, навсегда. Он там под березой, все. Но на Украине не так. Он был там вот эти... Телеканал Интер в том числе. Они все немножко такие вонючки. И вот новая власть, что-то нам и тут не нравится, что-то и люди мало денег получают, что-то много платят за эти свои ЖКХ. А власть об этом забыла. Журналист не предан нам пожизненно. Он должен быть хорошим журналистом, он может быть хорошим журналистом. Только тогда, когда он всегда немножко просит. Объясните, Америка чего вмешалась, да, когда в общем уже многое произошло? Чего ждали-то? Нет, ну Америка же должна все-таки в белом плаще быть. Пускай с кровавыми пятнами внизу там от всех этих вмешательств. Там не внизу кровавые пятна, там кровавые пятна уже, так сказать, от головы до ног. Америка должна быть в белом плаще. Поэтому они вот такие откровения, когда им уже звонят. Ведь они тоже все на телефонах там, что называется, работают. Они, конечно же, вмешиваются. Но еще раз, вот мы должны с вами... Но они дали этому факту состояться. Да они не знали, что он состоится. Я думаю, что вот все эти такие, знаете, конспирологи на Украине сегодня многое действует спонтанно. Вот эти молодчики парни там... Не подожди, на Индре настолько, что они не спонтанно были. Нет, я имею в виду, организовано все качественно, но им делать нечего. Сидят парни в камуфляже. Что? Они никогда в жизни работать не будут. Они уже научились там воровать, грабить, по кому-то стрелять, иногда убегать от чужих обстрелов. Они ничего больше делать не умеют. Сидят эти бандформирования, им приходит заказ. Говорят, давай-ка вот этот, действительно, самый безбашенный. Этот парень у них сидит, он не заступится там под домашним арестом, пускай. Значит, ну давайте похулиганим вот здесь. Тем более, они самые вредные. Они нас ругают. Вы что-то знаете, мне кажется. Сегодня на Украине, ну как я знаю, я просто вижу, когда беспорядки происходят в странах, как это все работает. Очень многие люди не знают. Я не думаю, что Порошенко давал добро. Я не думаю, что ему кто-то звонил и спрашивал. Уважаемый Порошенко, мы сейчас интер подожжем. Нет, ему сказали, давай чуть-чуть прессанем. Он говорит, ну, считаете, что надо прессануть? Нет, просто канал поджигают, Порошенко не реагирует. Все. Президент страны смотрит на это молча. А он не знает, что делать. Оно же само как-то. Вы, кстати, мы должны тоже... Есть очень важный момент про Порошенко. Мне кажется, мы сейчас обижаем Петра Алексеевича просто очень. Нисколько не обижаем. Вот вы говорите, что он по каким-то рельсам идет, значит, им там об ком. Порошенко живет по принципу, по-моему, вот у Гашика был такой персонаж замечательный, один-единственный, который говорил, ну как-нибудь оно же все равно будет. Ведь никогда не было, чтобы никак не было. Вот Порошенко живет по этому принципу. Где-то что-то подожгли. Ну, давайте посмотрим, как они там сейчас разберутся. У меня есть министр внутренних дел, он их осадит. У меня есть, в крайнем случае, посол Америки, который позвонит, и мы точно тогда это остановим. Давайте посмотрим, как оно само будет. Ну, во-первых, почему после Твиттера прекратились погромы? Я думаю, что просто погромщики прочитали Твиттер и поняли, устыдились. А, а у них было время, да? Ну, наверное, да, посмотрели. Ну, на самом деле, вмешательство США в внутренние дела Украины, это, с одной стороны, уже просто такая вот секрет полишенели, потому что откровения о том, как назначали прокурору Украины, вот, в общем, достаточно любопытные. Ну, никто уже не делает Твиттер давно. Абсолютно, что это ручной управление. Во-вторых, я согласен, наверное, с моим коллегой, что совсем уж вот возлагать, что любой чих, любое действие или любая подожженная покрышка, это подожженная там с помощью зажигалки США, наверное, это будет перебор, потому что Украина, и мы говорили в этой студии год назад, потихонечку превращается в некое такое квази-государство, неудавшееся государство, где, начиная с того, что право на насилие сейчас закреплено за кем угодно, кроме как за государством. То есть любой человек в камуфляже, любой человек с пистолетом в кармане объявляет себя защитником национальных интересов, героем, и, в общем-то, и целом попробуй его останови, особенно даже вот с точки зрения убийства, если он будет говорить, что он убивал там пропаганного москаля. Вот как объяснить, что это никак? Поэтому на сегодняшний момент говорить про Украину, как вот мы пытаемся перенести на нее, почему Порошенко не разрулил, почему там кто-то не сказал. То есть мы пытаемся перенести на Украину образ состоявшегося государства, а это не состоявшееся государство, это некая такая серая территория, где, в общем, еще раз повторю, любой человек, обладающий оружием и, в общем, званием героя антитеррористической операции, фактически, ну, не подзаконен, не подсуден. Особенность он будет выкрикивать во время совершения преступления, правильные лозунги. В этой связи, Андрей Юрьевич, а как себя сейчас чувствуют вообще украинские журналисты? Ну, вот, исходя из того, что говорят коллеги, да, в общем, никто не может себя чувствовать в безопасности. Вы знаете, я послушал, в общем-то, коллег своих, и питерских, и московских, у меня вот все время одна и та же мысль вертится в голове, что очень часто в Москве и в Питере, допустим, здесь у нас, да, очень часто судят по Украине, исходя из реалий российских. Вот, допустим, даже те же рассуждения по поводу того, вот как себя ведут украинские журналисты, на самом деле так себя ведут российские журналисты. Как? Вот как было сказано, да, вот предыдущие. Типа вонючки такие, которые все что-то не нравятся. Да, ну, понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что если у российских журналистов есть какое-то пространство для маневра, да, для инициативы, там, для какой-то самореализации профессиональной, то у украинских на самом деле нету, причем давно нету. Они работают под так называемым темником. Это когда спускается перечень вопросов, которые либо надо освещать, либо не надо освещать. И, кроме того, с комментариями, как надо освещать, понимаете? Там все очень-очень просто, намного проще, чем кажется отсюда. Поэтому... То есть вопрос, кто следующий? Он вообще актуален или вот кроме интро никого и нет? А понимаете, в чем дело? Допустим, если взять второй общенациональный канал, да, популярный, 1+,1, уже 50%, если верить, вот, инсайдерской информации Сергея Олеченко, которого вот сейчас там дружно начали мочить все, кому не лень, вот, то он, в принципе, уже 50% Петра Алексеевича уже купил. Плюсов. Хозяйственный. Как минимум. Хозяйственный. 50%. Поэтому про тот канал, я так понимаю, что речь уже не идет. Остался Интер. А, то есть моя версия, что я тут вообще пытался в своих интересах действовать? Да, как человек, который большую часть своей жизни прожил в Киеве, я могу вам сказать, что там ничего просто так не происходит. В смысле, просто так бесплатно. Вот те мужчины, которые пришли, да, начали погром, это не потому, что им делать нечего, что они заскучали, это потому, что деньги привезли. Пришли, сказали, пацаны, тут бабки есть, а давайте немножко, как бы, растрясемся. То есть не про патриотизм история. Какой патриотизм? Я вас умоляю. Я поняла. За всем происходящим надо искать именно деньги. Смысл, денежный смысл. А канал действительно надо отжимать, потому что на носу выборы неочередные. Все идет к этому. Вот и все. Мне, значит, мне очень интересно, как изменится международный индекс свободы прессы, который, так сказать, публикуется регулярно, который в 2016 году разместил Украину на 105-м месте. Да, вот после событий с Интером что-нибудь изменится или нет? Россия, по мнению западных коллег, занимает 167-е место с характеристикой несвободные СМИ. Мы, знаете ли, решили провести сверочку и просто пересмотрели российские новости. Предлагаем и вам посмотреть. У нас Россия встала с колен. А в результате России, вставшей с колен, Россия оказалась выкинута из восьмерки. У меня есть одно соображение, которое я еще не высказывал про Савченко. Куда она могла знать, предположим, она наводила. Куда она могла знать, что она наводит на прессу. Вот и все. Поэтому это обвинение высосано из пальца совершенно очевидно. Я полагаю, что перспективы демократической смены режима в России более не существует. Как их грабили, так будут грабить и еще больше будут грабить. Путин ненавидит бизнес лично, искренне, всей душой. Планирована подосинхронизация. Это тотальный театр. То есть, с одной стороны, власть оборачивается своим стендап-лицом, веселым лицом. Одновременно происходят аресты. Или, во всем случае, не аресты, а возбуждение дел. Я вот это думаю, с кем же мы воюем? Почему так закручиваются гайки? Я поняла, с нами, с населением воюет власть. Россия стремительно теряет влияние, потому что она более не является источником позитивных образцов. Ни политических, ни социальных, ни технологических, ни моральных. И какой же выход из этого? Война. Итак, 14 лет. Он идет по условной прямой линии. Об эволюции Путина как шоумена и прямой линии как шоу мы поговорим с писателем, и, в том числе, ведущим телеканалом «Дождь» с Дмитрием Быковым. Никакие псевдопатриоты, да, никакие националисты не приходят, да, и не пытаются жечь, да. Вообще, не, вообще обидно. Показывают телеканал «Дождь» в основном. Вот основные все эти реплики с телеканалом «Дождь». Там суперпрофессиональные журналисты вонючки. Подождите, это очень важно. Я вчера смотрел телеканал, им не понравился седьмой айфон. Им ничего не нравится. То есть, действительно, вот все в России плохо. И даже в Америке вот этот айфон сделали, все равно он плохой. И даже в Америке все не очень. Это вот и специфический канал. Игорь Анатольевич, да, ну там не только телеканал «Дождь», да, вы просто невнимательно смотрели, мне кажется. Да, спасибо. Да, обидно. Работаем, работаем, да, западные коллеги не замечают. Сколько дней, там, по-моему, два дня уже прошло с момента событий в интере, вы слышали? Заявление журналистов без границ, там, Freedom House. Нет. Которое обычно, вот в России случилось ужасное дело, там, избили журналистов. Слава богу, вышел, да. Вы вспомните, какой стоял шум. То есть все, кто только можно, все люди доброй воли, моментально откликнулись, моментально. Это случай уже с телеканалом, кстати, не первый. Первый был случай, когда главного редактора избили прямо вот на месте. Причем не стесняясь снимали. И опять ни одного заявления. То есть все это вещи, и я не удивлюсь, если по итогам 17-го года Украина еще поднимется на один пункт. Потому что это же проявление свободы слова, да. То есть вот свободно зашли, свободно подожгли, свободно ушли. Это не, свободу, но не слово. Ну, я не знаю, хорошо, неважно. Свобода волеизъявления, да. Отдельных граждан. То есть я абсолютно не удивлюсь, потому что все эти рейтинги, все вот эти существующие, если раньше для кого-то это еще была какая-то такой свет маяка демократии, на них стоило ориентироваться, то после последних событий на Украине, по-моему, уже для последнего идиота понятно, что это рейтинги, вот как это, вот это наши, вот поэтому им плюсик, а это не наши, поэтому минусики. И не важно, что это реально происходит на стране. А вы знаете, я могу их понять, в принципе. Вот они смотрят на происходящее на Украине, а им завидно. Там настолько интересно и весело. А они скучают, реально. По большому счету, я смотрю, как сейчас проходит предвыборная кампания в России. Друзья мои, это же настолько нудно, ее же просто не видно. Я себя поймал на мысли, что я не вижу, в принципе, вот, что это. А была бы Украина, там сейчас бы уже клоуны бегали бы. С нами на связи ваша коллега Елена Борисовна Бойко, украинский журналист. Елена Борисовна, здравствуйте. Добрый день. Елена Борисовна, спасибо, что присоединились к нашему разговору. А знаете, я вот о чем ведь хотела спросить. Вот то, что после погрома Интера это событие проассоциировали на Украине с трагедией, да, с пожаром в Доме профсоюза, с поджогом Дома профсоюзов. Что это может означать? Ну, я не знаю, почему проассоциировали, потому что в Доме профсоюзов была трагедия, а вот на Интере, к сожалению, мое мнение, это фарс. Ну, фарс не просто так, то есть это такая страшилка для журналистов. И на самом деле, действительно, я согласна, каналы от Джима Меджаила называют не так. Да, конечно, грядут очередные и внеочередные выборы, которые в Украине внеочередные чаще, чем очередные. На самом деле, точно так же, как Кацабу образцово-показательно продержали полтора года в тюрьме, просто чтобы остальные журналисты задумались, открывать рот или нет. Точно так же вот эта эпопея с Интером. Вы видите, это абсолютнейшая заказуха. Причем одним платили, там вообще даже и раздатчики денег разные, потому что одним на улице платили денежки за то, что они таскали шины, вторые за то, что бегали с этими вот дымовыпускателями по коридорам. И вы посмотрите, они такие серьезные бегали в касках, с респираторами, а находящиеся внутри в белых рубашечках сотрудники такие даже не чихнули. Так вышли из клуба дыма и пошли себе по коридору. То есть я понимаю, что эта постановка вообще была как бы абсолютно согласована. Да, кто-то на Интере об этом не знал, кто-то заистерил, кто-то испугался всерьез. Вы понимаете, честно говоря, вот мне не жалко. Как украинке, как гражданке Украины, как журналисты. А не жалко почему, ребята? А потому что, когда убивают детей на Донбассе, Интер не показывает как. Когда была вот эта трагедия в Доме профсоюзов, Интер не скорбел. Он наоборот там даже в комментах озвучивал о сожженных самочках Колорадо. А когда ты это чувствуешь на себе, ты начинаешь думать. То есть, с одной стороны, это страшилка для журналистов и посыл для менеджмента, что надо менять редакционную политику. А с другой стороны, это посыл вот этим журношлюхам. Ребята, вы взорвались. Вы слишком много хотите и слишком мало работаете. А-та-та, сейчас все пойдете вам на улицу. То есть это такой двойной месседж. Я не думаю, что он как-то связан с Америкой, потому что Америка не управляет украинскими СМИ и просто на них наплевать. Америка управляет напрямую президентом. То есть, и я-то могу доказать. Если посол Америки, то есть посол хозяина приезжает в страну и над Верховной Радой снимает флаг Украины и вывешивает флаг Америки. Если посол Америки вещает, сидя на месте президента, проводя какие-то там мероприятия. Если бы Порошенко был президентом хоть как-нибудь, он бы все это остановил одним взмахом пера сию минуту, если он нас смотрит. Потому что война на Донбассе, АТО, была объявлена каким-то осликом ИО. ИО президента Украины кровавым пастором Турчиновым, а ИО в конституционном поле Украины отсутствует напрочь. Его нет. То есть, этот указ о начале войны, братоубийственное, издало лицо, мало того, что неуполномоченное, несуществующее. И был бы Порошенко президентом, он бы сейчас вышел и сказал, вы знаете, я наконец через два года это заметил. Я рву эту бумажку, и на этом все закончено. Но он этого не делает, он никто. Сергей Борисович, и в контексте того, что сказала Елена Борисовна, и все-таки в контексте того, что зазвучали эти сравнения с Домом и профсоюзом, мне кажется, что косвенное признание того, что участие государства в этой трагедии в Одессе признается, оно сейчас приходит в общественное пространство, в публичное обсуждение. Или вы тоже считаете, что рано радоваться? Я не очень понял, чему здесь радоваться. Здесь вообще нет никакой причины. Для этих чувств здесь нет причины. Вот я стараюсь оценивать все происходящее, и в прошлом, и особенно в настоящем, с позиции интереса российского. Мы все-таки на российском телевидении, граждане России. Так вот, интерес России состоит в том, чтобы не произошло обрушение окончательное нынешнего официального украинского государства, где есть президент, и все-таки и есть парламент, и есть некие министерства. Вот если это обрушение произойдет, если параллельное государство станет единственным и главным, если Украина превратится в некое гуляй-поле, где действует множество атаманов, конфликтующих между собой и отжимающих друг у друга те или иные активы, это будет самый страшный, на самом деле, сценарий, и это будет означать практически неминуемую войну, потому что этим всем атаманам, в конце концов, война понадобится для вызывания. И вот этого сценария категорически надо избежать. Вот сейчас правильно, в принципе, говорят о том, что объем влияния Соединенных Штатов Америки на Украину и в целом на государство, и на отдельные личности, включая Петра Порошенко, велик. Но если мы начинаем с этим перебарщивать, что они вообще марионетки, что они ездят по рельсам или ходят по ниткам, мы снимаем с них ответственность. Вот не надо снимать ответственность с политиков. Я провел достаточно времени в политике на достаточно серьезном уровне, я понимаю, как бы ты ни был связан теми или иными обязательствами, обещаниями, какими-то зависимостями, ты отвечаешь. Ты, именно ты, и у тебя есть всегда возможность совершить поступок смелый, выйти вперед, заявить позицию, которая именно сейчас нужна твоей стране и твоему народу. Эта возможность есть. И не надо ссылаться на то, что я бы рад, а вот эти не дают, и здесь отговаривают. Вот, Петр Алексеевич, услышьте нас, пожалуйста, у вас еще эта возможность есть. Более того, это даже обязанность ваша. Мы можем снимать, можем не снимать. Народ-то не с ними, да, Евгений Георгиевич? Да. Ну, я уже вынужден улыбаться о том, что говорит Сергей Борисович, о его заглядании. Ну, спасибо, что вы хоть признали, что влияние в Срединштанах велико на политику Украины и ее президента. Я никогда не говорил и далек от мысли думать о том, что где-то в Белом доме или даже в посольстве разрабатывали такую операцию по поджогу Интера. Речь идет совершенно о другом. Речь идет об общих установках, об общих политике и о тех последствиях, которые будут в случае проведения тех или иных действий. Посмотрите, что сотворили в Доме профсоюза в Одессе. Жесточайшее убийство, немыслимое в современной Европе, оно прошло безнаказанно. Людей убивали перед телекамерами, фанаты якобы какие-то, а милиция стояла в оцеплении и защищала убийц. Это что такое? И никакая пассе, ни одна правозащитная организация не вступилась. Почему не объявили санкции Украине до тех пор, пока они не расследуют измерские убийства? Сейчас тот же самый почерк. Тот же самый. Почему не убивали, не выбрасывали журналистов из телеканала Интер? А просто дело в том, что Киев это не Одесса, это столица, рядом посольство Соединенных Штатов, рядом это, ну совсем уж нехорошо, ну совсем уж бандитизм-то покрывать. Аваков проявился. А так бы, если нужно будет, и убьют. Значит, я полностью согласен с журналистом из Львова о том, что это акция устрашения, это предупреждение всем украинским журналистам о том, что если они будут хоть чуть-чуть уходить от оголтелости абсолютной антироссийской, хоть чуть-чуть у них будет доля правды, то тогда с ними будет то, что в Интере. Как минимум, вы потеряете работу, просто некуда будет ходить. А как максимум, вас выбросят с крыш или сожгут в этом телеканале. Евгений Георгиевич, да, ремарка. И ничего вам за это не будет. Максимум, посол Соединенных Штатов напишет, ну нехорошо это. Нежелательно, вот не очень красиво, понимаете. Добавлю информацию, да, об украинских журналистах мы говорим, потому что они на виду. На Украине звучат сейчас, ну не призывы, да, предположения о том, что можно взять и уничтожить секретные тюрьмы СБУ вместе со всеми их насельниками. И тогда проблемы не будет, ну перед ООН во всяком случае. Прерываемся на короткую рекламу, вернемся и продолжим разговор. В эфире открытая студия. На Украине начался новый политический сезон. Разгром телеканала Интер, секретные тюрьмы СБУ. Передаю слово коллегам в медиа-центр. Да, Инна, можно я воспользуюсь служебным положением и отвечу сначала господину Литову по поводу разгром телеканала Интер. Все-таки там сожгли студию. Как мы с вами знаем, господин Литов, студия это, конечно, красивая часть телеканала, но не главное. Главное это коллектив и оборудование по производству видеоматериала и по передаче видеоматериала, по передаче сигнала. Так вот, ни коллектив не пострадал, ни оборудование для съемок, ни ретрансляторы не пострадали. То есть теоретический канал действует, кроме студии. Теперь к тайным тюрьмам СБУ. Действительно, огромный скандал разгорелся на минувшей неделе. Разгорелся он после того, как две международно-правозащитные организации, Amnesty International и Human Rights Watch, опубликовали доклад на Украину. Была направлена комиссия от ООН, и ее не пустили. Не пустили туда, где по подозрению могли содержаться люди незаконно удерживаться. Но вот на этой неделе их все-таки пустили. Начали свою инспекцию они с Львовского следственного изолятора. Как мы видим, начали с запада Украины, там, где даже по подозрению различных активистов, ну, минимальное какое-то незаконное содержащихся количество людей могло быть. А так, подозревается. По оценкам Комитета по спасению Украины, до 140 человек незаконно содержится. По оценкам представителей Донецкой Народной Республики, до 600 человек могут незаконно содержаться в этих, так называемых, тайных тюрьмах СБУ. СБУ это служба безопасности Украины, соответственно. Там месяцами, годами содержатся люди, к кому не допускаются адвокаты, к кому не допускаются медики. И, соответственно, они вот такие бесправные, содержатся где-то на территории Украины. И подозревается, что в основном эти тайные тюрьмы СБУ расположены на востоке Украины, соответственно, по границе конфликта Харьков, Мариуполь и так далее. Елена Борисовна, это так? У вас есть какая-то дополнительная информация в отношении тюрем? Меня, честно говоря, удивляет то, что эта тема возникла только сейчас. Ну, с одной стороны, удивляюсь, с другой стороны. Дело в том, что пока миссия АБСЕ не скажет о чем-то громко, а громко она говорит только тогда, когда шила в попе Нюта Иршу. Потому что на самом деле о том, что сотни человек пропадают без вести, знают уже достаточно давно. Более того, бывший мэр, народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев рассказывал об этом неоднократно на эфирах, в частности, на моем канале. То есть строились действительно на восточной Украине под видом лагерей для временно перемещенных лиц, для беженцев. Никакие беженцы туда не попали. Эти помещения используются вот как эти. Это не тюрьмы, в буквальном смысле слова. Это, скорее всего, изоляторы временного содержания. Что касается западной Украины. Да, во Львове используется изолятор СБУ и изолятор просто. Львовское СИЗО, которое находится в центре города, может быть, в 500 метрах от Львовского оперного театра. Это никакая не тайная тюрьма, вполне нормальная. Вопрос в том просто, что согласно законодательству, когда человек задержан, то в первую очередь должны сразу же сообщить его родным, чтобы он знал, где человек находится и почему задержан. И должны предоставить адвоката. Но это не делается. И вот от этого возникает этот покров тайны. Ирина Борисовна, а почему вдруг-то заинтересовались европейца? С чего вдруг? Ту отмашку-то дал? Потому что совершенно неожиданно, вот тут мне причины не ясны, я говорила только с одним из таких людей, а с остальными нет. То есть как-то удалось нескольким людям оттуда выйти из одной из таких тайных тюрьм. Но я, к сожалению, сейчас не могу на прямом эфире сказать ни ином людей, ни месторасположение этой тюрьмы, я боюсь, что я могу им навредить. И вот когда они вышли, ну там чуть-чуть, конечно, сказали кое-куда. И эти в панике о том, что сейчас могут рассказать все и сразу, хотя выпускали, конечно, с подпиской о неразглашении, ну задергались. А миссии наблюдательные, БСЕшники об этом прекрасно знали, и миссия, вот эта вот международная миссия. Я лично обращалась около 16 раз по таким поводам международной миссии, членом которой я являюсь. Ни ответа, ни привета. Андрей Юрьевич. Паник. Ну, в принципе, тут было сказано до рекламы. Нет, а давайте прямо вот сразу к делу. То, о чем вы рассказывали буквально дременно. Я как раз к этому веду, что на самом деле, что уже сейчас никто толком не контролирует ситуацию на Украине. Эпоха банд началась. Государства как такового украинского уже не существуют. Есть большие, сильные, хорошо организованные банды, маленькие, слабые, но тоже банды. Вся территория Украины, она уже поделена на сферы влияния этих банд. Так что у каждой банды своя тюрьма? Каждой банды может не только своя тюрьма, может концлагерь свой быть. Может или есть? Вот я вам рассказываю ситуацию, которую мой знакомый рассказывал. Человек с Харькова был арестован, попал под камеры, когда были события в Харькове, народ защищал памятник и так далее, с нацистами дрались. Попал под камеры наблюдения, по виде его идентифицировали и арестовали. Просто на улице подошли, заломили руки, бросили в машину. Куда привезли, он толком не сказал, но это в принципе Запорожская область. Где-то в степи территория огражденная колючкой, колючей проволокой. Пулеметчики, автоматчики. На территории стоят кунги, большие металлические ящики, грубо говоря. В этих ящиках содержалось несколько сот человек. Естественно, что это все неофициально было. То есть кому вот это вот заведение относилось в сферу компетенции, я не знаю. То есть это сложно сказать. СБУ, а может быть и не СБУ, а кто его знает. Мы боимся, что их убивать начнут. А вот я вам рассказываю. Там эта информация как-то вылезает. Я вам эту печальную историю расскажу. Возбуждаются сейчас европейцы, которые говорят, что ой, там секретные тюрьмы, люди содержатся незаконно. И просто после этого они их начнут отстреливать. Исключительно для того, чтобы таких людей не отпускать. Страшно обсуждать такие детали, да, но тела нужно куда-то девать, да, быстро. Если сейчас, например, какая-то кампания начнется, я думаю, что можно сделать все для того, чтобы... Кстати говоря, вы преувеличите опять-таки их страхи по поводу убийств и тел, потому что, ну, опять-таки, по рассказу этого человека. Представьте, 35 градусов температура, да, юг Украины, 35 градусов в железном ящике, без воды, без вентиляции, с мешками на головах. Им не разрешали мешки снимать. Это очень страшно, потому что ты не видишь происходящее, и ты в любую минуту ожидаешь, что тебя ударят или еще что-то сделают. На них проверяли бронежилеты, привозили новые бронежилеты, на них одевали и их расстреливали. При нем два человека погибло. Слушайте, но ведь вы не единственный носитель этой информации. Я так понимаю, что люди-то вообще знают об этом. Ну что? Ну что с того? Вот он сейчас, он... Нет, в каком смысле что с того? Мне интересно, где Европейские правозащитные организации, где Организация Объединенных Наций, где все те проверяющие... Они видят только то, что им положено видеть. На данном случае, в данном случае им не положено это видеть. Констлагерь расформировали, опять-таки, по той же причине, о которой было сказано. Какой-то дальний родственник большого начальника с Киева туда попал. Его, естественно, оттуда вытащили, пошла утечка информации. Их срочно оттуда достали, помыли, обтерли, да, и выпустили. Он потом бежал в Россию, он уехал в Россию, потому что, ну, вы понимаете, что после этого оставаться в Украине бессмысленно. То есть большой украинский чиновник, чей родственник, да, оказался в таком чудовищном месте, в такой чудовищной ситуации, да, не может ничего сделать для того, чтобы повлиять на происходящее? Потому что банды... Разрушены в 2014 году на Майдане. Именно тогда были сломаны все силовые структуры и разрушено само государство, государственное управление как таковое. Эпоха банд наступила на Украине. Подробности чудовищные, в них хочется разобраться, поэтому сейчас коротко прервемся, да, на короткую рекламу вернемся и продолжим разговор. В эфире «Открытая студия» мы обсуждаем секретные тюрьмы не то СБУ, не то чудовищных банд, которые, ну, как когда-то, да, мечутся по украинской степи. Игорь Анатольевич, вы бы хотели что-то добавить? Я искренне разделяю ваше возмущение и такой вот праведный гнев, но я еще раз повторю свою мысль, что, на мой взгляд, одна большая ошибка. Мы переносим на Украину как бы образ государства. А наличие президента и наличие главы МВД еще не значит наличие государства на этой территории. В Южном Судане тоже, наверное, есть какой-то президент, да, и тоже есть, наверное, какие-то даже силовые ведомства. То есть для себя нужно понять, что вот когда говорили коллеги, не дать, чтобы Украина, параллельное государство там появилось поздно, это уже произошло. И вот это событие в осенний, вот выступление Порошенко, да, заявление, поджог Интера, только это подтверждают. Потому что если бы это была нормальная страна, вот как прозвучало в оводке, вышел бы президент и рассказал, что, коллеги, у нас падение электропотребления на 30%, что это означает? Это означает, что можно какие угодно цифры ВВП рисовать, это кризис. У нас падение транзита 25-30%, да, и так далее, и так далее, и так далее. Кто-то хоть один из слов это сказал? Нет. Потому что гораздо интереснее переименовывать города, разрывать побратимские связи, с кем только можно разрывать, да, переименовывать город Днепропетровск в Днепр, да, чем заниматься реальными вещами. Я вообще не очень понимаю, как можно вообще заниматься повседневными делами, да, пусть даже делами управления страной, когда ты знаешь, что на территории твоей страны действуют незаконные, незаконные, да, частные концлагеря. На территории твоей страны, твоих граждан, причем там вообще любых граждан, держат в железных ящиках на солнце, там плюс 40, да, и, зная обо всем об этом, да, ты ничего не предпринимаешь. А расстрелянные артиллерии города, это же то же СССР, они же прекрасно себя чувствуют. Это условия задачи, вы спрашиваете, как, я вам говорю, это условия задачи. Вы апеллируете к нравственности, а там нравственности уже нету давно. Да, и условия задачи, он решает пример, это условия задачи, наличие этих людей и банк, условия задачи. Поэтому он сидит там и все спокойненько знает, да, здесь есть люди, которые управляют этим, здесь этим, и все. Можно ремарочку? Вспомните, 1917-18 год на территории России полный распад государства. Какая разница, что у тебя экономика, люди мерзнут и так далее? Не многие помнят сейчас в зале. Нет, ну слава богу, да, это было сто лет назад. Но тем не менее, ситуация такая же, ты решаешь свои конкретные задачи, абсолютно четкие. Ну, подождите, в конце концов, еще не так давно, да, были живые люди, мы знакомы с ними были, да, все с этими людьми, которые помнят революцию, помнят, какой кровью, да, все это далось. И, казалось бы, в общем, да, эти уроки еще можно было бы учить, ну, не древний Рим, да. Сергей Борисович, а вообще международные организации могут подготовить доклад и может ли, что самое главное, такой доклад быть поводом для, ну, серьезного, там, нормального, взрослого разбирательства по этому вопросу? Ну, вот два слова просто в качестве реплики к тому, что уже прозвучало. Да, это действительно не государство полноценное и нормальное. Это государство в стадии полураспада. Точка возможной сборки пока еще сохраняется. Но, в целом, действительно, это гетманщина, где есть Порошенко как старший гетман, есть гетманы помладше, и у каждого гетмана может быть своя территория контроля и кормления, своя частная армия, свой концлагерь, и они между собой выстраивают сложным образом отношения. Да, это так, но я хочу сказать, что точка невозврата не пройдена. Вот, судя по вашим словам, он уже пройден, и ничего нельзя уже возобновить. Ничего подобного, точка невозврата на сегодняшний день не пройдена. И у Порошенко пока еще остается возможность и ответственность развернуть процесс. Теперь по поводу Европы. Разумеется, и европейские правозащитные организации, да и официальные государственные организации обязаны вмешиваться в эту ситуацию. Если Европа должна понимать, и наверняка понимает, что вот если это гуляй-поле все-таки пройдет точку невозврата, если вот эти вот... Сергей Борисович, а точка невозврата это что? А что еще должно произойти? Укореняться, то это же пойдет и дальше в Европу. Вот, они же интегрируют Украину в Европу, и они интегрируют вот со всем этим замечательным хозяйством. Поэтому Европа наверняка будет вмешиваться. А как? Вот, скажем, сейчас нашу эту прямую передачу смотрят наверняка в европейских посольствах. Я вас уверяю, они напишут серьезные отчеты в свои министерства иностранных дел, и там серьезные люди озаботятся проблемой и дадут команду вмешаться. Кому они дадут команду вмешаться? По любому командиру, да, у которого, так сказать, дача частная лавочка. Нет, я думаю, что первая рекомендация вмешаться будет дана посольством европейских стран Киеве. Надо правильно понимать, что такое Украина сегодня на международном рынке. Вы, наверное, присутствовали на каком-нибудь застолье. На застолье всегда есть такой немножко подвыпивший дедушка. Вот он старенький, сидит в углу стола, он немножко выпил, и он там, значит, смахнул со стола бокал, где-то ущипнул соседку, значит, за какое-то место причинное. Салат, может быть, уронил. Его прощают, он уже пожил. Он уже вот... А, это так называется? Совершенно верно. И Украине прощают то, что она против России, ей простят очень много и почти все. Это не анфантирибль, как мы часто любим говорить. Вы меня просили, пожалуйста, это не за попу ущипнуть. Он в лагерь, это не за попу ущипнуть. Я закончу эту мысль. Вот смотрите, это отношения Европы. Они так смотрят на Украину. Действительно, для них Украина такой, вот ей можно немножко там чудить. Она немножко выпила больше, но она уже пожила, она уже против России. Дальше мы переходим на уровень Украины. Точно так же Порошенко относится. Ага, вот там есть чудаки какие-то, у них, значит, люди под ружьем стоят, у них армии вооруженные. И они чудят, у них есть концлагерь. Это вот они так чудят. Я на это буду смотреть сквозь пальцы, потому что для меня это условие задачи. Я вам еще раз говорю, вы говорите, как он может жить? Да прекрасно он живет, потому что в условиях задачи стоит. У тебя есть вооруженное формирование, которое иногда заходит на канал Интер, когда им за это платят деньги. Которые иногда возвращаются, когда они хулиганят в приграничных зонах с Донбассом. Они хулиганят там, а потом возвращаются. Это условие задачи для украинского президента. Ребятки шалят. Ребятушки шалят. Вы, кстати, не преувеличиваете умственную недостаточность европейцев. Насколько я знаю, все, кто прошел через АТО, им запрещен въезд в Европу. То есть вот такое указание. Ой, с другой стороны, прям было бы желание. Они же прекрасно понимают, они прекрасно понимают все, что там происходит сейчас. Прекраснейшим образом. Они этого очень сильно боятся. Так что не жалко? Вообще не жалко. Никого не жалко. Это расходный материал. Расходный материал антироссийской политики. Им параллельно, что будет с Украиной, что будет с населением. Там же мор идет сейчас. Народ вымирает. Об этом кто-то говорит. Пан президент недавно выступал. Он об этом сказал, какими темпами сейчас сокращается население. А какими темпами население выезжает оттуда, хватает детей под мышки. Он кому-то рассказывает. А какими? Ну вот, допустим, недавно я общался со своим знакомым в Киеве. Ребенка своего отправлял в Польшу на учебу. Два автобуса, битком набитые украинскими детьми. Вы понимаете, народ бежит. Это счастливцы, у которых есть деньги заплатить за учебу ребенка и вывезти его оттуда. Второй рассказ вам рассказываю. Еврейская семья. Буквально в прошлом году они оформили гражданство израильское. Уехали туда, потом вернулись уже как граждане Израиля в Крым. Вот процессы какие идут. Это масштабные процессы. Кто сейчас перепись проводил? Когда проводили последний раз перепись населения Украины? Да бог знает когда. И не будут проводить. Потому что результаты будут страшными. Фиксируется только смерть. А если будут фиксироваться еще люди, которые уехали с Украины, там вообще будут... Сами понимаете, что. Елена Борисовна, добавите что-нибудь? Да, конечно. Собственно, я хотела сказать немножечко статистики. Итак, смотрите. 2004 год. Ющенко пытается стать президентом. Ну, стал. И бигборды, его предвыборные, нас 52 миллиона. В 2012-м неожиданно совершенно выяснилось, что нас 48 миллионов. Ну, я очень сомневаюсь, что тогда было 48. Ну, ладно. После этого отвалилось 2,5 миллиона Крыма. После этого отвалилось 8 миллионов населения ЛДНР, Донбасс. И после этого на 25-ю годовщину незалежности. Это было пару дней назад, 24 августа. Прослушайте. Есть опять-таки на Ютубе запись речи, выступления президента так называемой Украины Порошенко. Мы, украинцы, и я всюду в свете, нас больше 20 миллионов в разных краинах. Этот человек, именующий себя президентом страны, считает главным достижением 25 лет независимости, что 20 миллионов его граждан удрали из Украины. Он это преподносит как достижение. Ну, это большой талант вообще превращать такие чудовищные неудачи в победы. Более того, по данным ФМС, на прошлый год, то есть это данные 2014-2015 год, что за это время въехало, ну, как бы, ну, под видом беженцев, ну, неважно, как бы въехало вот свежих, не тех, которые здесь 25 лет на заработках, свежих, убегающих от войны, от безработицы, скрывающихся от мобилизации, 2 миллиона 860 тысяч украинцев. Я живу в Москве уже год, и я даже вот хочу сделать сюжет. На четыре вокзала ежедневно в Москву прибывают четыре эшелона. Почему я говорю эшелона? Это поезда пассажирские, 25-27 вагонов. И я вижу, кто из них выходит. Молодые, красивые дядьки. В основном это те, кто не хочет убивать своих таких же братьев на Донбассе. Это уклонисты. Они с такими сумками едут. С меня размером эти сумки, понимаете? То есть видно, что люди... Все, что есть. Да, все, что есть. Да, эти люди здесь рассасываются, я не знаю. Страна большая. Евгений Георгиевич. Да. Нам вас не хватает. Я понимаю. Вам нечего сказать? Как нечего сказать? Вы мне только даете слово, хорошо, я отвечу. Нам вас не хватает. Что я могу сказать? Я в корне не согласен с Сергеем Борисовичем о том, что точно не возврата не пройдено. И не согласен с тем, что это уже гетманщина, нет единого государства и так далее. На сегодня есть государство, все признаки государства у Украины существуют. Другое дело, что это плохо управляемое государство с правительством, которое не пользуется поддержкой населения, с экономикой, которая находится фактически в дефолте, не работающая и так далее. Но теперь что нам-то делать? Спасать Украину? Вот ни в коем случае. Я знаете, Сергей Борисович, я демократ и либерал. Вот, дорогие украинские братья, заварили вы эту кашу у себя, допустили вы у себя Майдан, свержение президента. Вот и разбирайтесь сами у себя. Хотите с гетманами, хотите с губернаторами, Аваковыми, Фиртышами, Ахметовыми, Коломойскими, с кем угодно. Вот разбирайтесь сами. Нам удалось защитить Крым, слава богу. Ничего больше мы не сможем защитить. Украина огромная страна, там есть большой националистический дух, там есть разные интересы. Вот товарищ господин Фиртыш сейчас увидел, что произошло с его собственностью, с его рупором. Да дело совершенно не в камерах, телекамерах. Хотя это дорого, но это совершенно не главное. И дело не в том, чтобы отжать собственность. Его лишили рупора, его лишают политического влияния. И это ему предупреждение. А вот теперь они должны подумать, вместе с другими олигархами, что будет дальше. Сегодня сожгли его телеканал, завтра сожгут его дом, его завод. Его завтра растерзать могут, так как хотели растерзать Януковича, но он успел сбежать. А потом будут пилить эти золотые... Рыдерский захват там во всю идут. В жипах, захватчики. Поэтому распад Украины начался. Процесс этот неизбежный. Мы его предотвратить не можем. Стабильность на Украине возможна только при одном случае. Если Украина, но это должна сделать Украина, повернется лицом к России, если Украина восстановит нормальные связи с Россией, прекратит антироссийскую риторику, воинственные заявления и прежде всего прекратит войну. Но прекратить войну сегодня для киевского президента, это означает подписать себе приговор. Потому что вся его власть построена на том, что он воюет с Россией и все беды не от того, что он плохо управляет, не от того, что он убивает свой народ и держит людей в концлагерях, не от того, что он коррупционер и наживается на военных поставках, от того, что есть Москва плохая, Россия плохая, Путин плохой, русские плохие. Вот на чем он построен. Поэтому он и катится по этим рельсам, он не может скачать. Ну вот, да, плохие русские, тем не менее, пока смотреть больно на то, что происходит. Давайте дадим возможность нашим зрителям задать свои вопросы, экспертам, пожалуйста, если есть. Да, давайте. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, и у меня такой вопрос. Генеральный секретарь НАТО сказал, что они планируют усилить военное присутствие в Черноморском регионе. Скажите, они будут это делать на базе Украины? И вообще, если да, то каким образом? Или не на базе Украины. Приятно, что вы нам задаете от имени НАТО вопрос, мы сейчас вам и ответим сразу же. Все здесь члены НАТО. Секундочку, Денис Олегович, с вашей способностью предсказывать, мне кажется, вы сейчас кокетничаете. Мне очень приятно, что вы это помните, мне очень приятно, что вы это заметили. Мое мнение, это просто слова. Для того, чтобы объединить членов НАТО, которым сейчас не очень комфортно, потому что, как правило, все члены НАТО действительно играют на американской поляне. То есть они посылают своих солдат погибать непонятно где. Я не знаю, что делать, например, каким-нибудь латышам на территории Ирака. Поэтому я думаю, что это слова для НАТО. Они очень расстраиваются по поводу того, что есть Крым у нас. Они очень расстраиваются по поводу нашего Севастополя, по поводу того, что есть Черноморский флот, по поводу вот этих всех зигзагов, которые выделывают там американские корабли. И это такое, знаете, отмывание с погон вот этих птиц. Летели ему на погоны, накакали, когда, значит, мы прогнали их корабль с территории нашей, точнее скажем, с нейтральных вод. И вот он с погон пытается эти, извините, птичьи и фекалии, значит, смыть вот такими словами. Больше за этим ничего нет. Это называется словом помет. Американцы просто периодически дают сигналы населению украинскому, что их никто не бросил, чтобы успокоить. Мне кажется, вот заключенным концлагерей сейчас это особенно греет душу. Никогда американская армия не зайдет в реальную американская армия, не какие-то там отдельные батальоны на территории Украины. Тем более, если там начнется или когда там начнется мясорубка. Это однозначно. Давайте еще вопрос. Здравствуйте, меня зовут Евгений. У меня такой вопрос. Украина хочет запретить полеты самолетов Ан, которые используют Россию. Насколько это возможно? И как зависит Россия от этих самолетов? Насколько сильно? И что нам с того будет, да? Ну, да, забавная была новость. Я сам ее поймал несколько дней назад, посмеялся от души. Дело в том, что Ан, как производитель самолетов, он должен выдавать обязательную сертификацию на полет этих самолетов. Но, собственно говоря, наш Ильюшин, который также занимается производством самолетов КБ, и который, в общем, не менее авторитетный, чем Ан, также может выдавать эту сертификацию. Поэтому заявление Ан, что мы запретим летать самолетом, который эксплуатируется в России, но это из-за разряда, что давайте мы запретим ВОЗ-книг из России вообще. Не-не-не, я бы так не был однозначно уверен в этом, потому что действительно Ильюшин на самолет Ан лицензию продлить не может. Он должен обслуживаться на заводе. Обязательно самолет должен садиться на той летной площадке. Тут не так все просто. С авиацией все сложнее. Они имеют право нас за это немножко тягать. Другое дело, что мы должны агрегаты переделывать на свои, называть или менять, или действительно переделывать, адаптировать, чтобы мы могли на эти агрегаты давать дальнейшие... Но это проблема, другими словами? Это проблема. Это, скажем так, не такая сильная проблема. То есть ее можно решить. Все. Проблема, но реже... Проблема, которую можно решить деньгами, это не проблема. Это расходы. Еще вопрос. Да. Давайте. Ага. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Глава МИД Германии заявил, что ОБСЕ готовит новые правила сохранения перемирия на Донбассе. Скажите, это как-то изменит обстановку? С Германией. С Германией, да. Да. Сергей Борисович, Вин Георгиевич, есть у вас ответ? Я думаю, что подвижки какие-то должны быть, потому что Европе, Украина уже надоело. Ничего там не стабилизируется и хороших перспектив не будет. Германия имеет огромное влияние на руководство Украины, на настроение, существующее на Украине. Она обязана употребить все для того, чтобы президент Порошенко выполнил Минские соглашения. Наш президент заявляет о том, что Минские соглашения – это единственный путь из выхода. Мы их поддерживаем. Первое. Прекратить стрелять. Прекратить стрелять. Это самое главное. А дальше есть путь. Я согласен, Сергей Борисович? Примите все три или четыре закона. Все. Для этого нужно просто голосовать. А для того, чтобы проголосовали, достаточно, чтобы эти пять-десять олигархов позвонили своим марионеткам в Раду, Верховную Украину, и сказали голосовать вот так. Я вас уверяю, это происходит сейчас именно так. Точно так же, как вот эти батальоны бандитов, которые заходят в телеканалы или сжигают людей в Доме профсоюзов, они получают прямые деньги от заказчиков, а это олигархи, и они получают одобрение, прямое или косвенное, от Министерства внутренних дел и от СБУ Украины. Берем паузу. В условиях они действуют. Берем паузу. Скоро вернемся и продолжим. В эфире «Открытая студия». Сегодня у нас тяжелый разговор о ситуации на Украине, о тюрьмах, концлагерях, интере, новом политическом сезоне. В медиа-центр слово передаю. Инна, действительно, тема оказалась очень горячей, и нам поступают звонки из различных регионов России, из Белгородской области, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, из Крыма звонят. Знаете, но я не буду как-то предварять мнение людей. Давайте просто послушаем, что говорили люди, которые нам сегодня дозвонились по теме Украины. Там ничего страшного не произошло. У нас же было страшнее в 93-м. Украине его что, с телецентром? Там, по-моему, жертв не было. Был какой-то поджог? Они сами разберутся. Порошенко, так же, как и Саакашвили, они оба наемники. Кто им платит, на того они и работают. Они все-таки дна достигли в области экономики. И экономика очень медленно начнет подниматься. Народ хотел действительно кинуть этих олигархов. Они хотели улучшить свою жизнь. Они поднимутся, они скинут эту власть. Но эта власть уже успела награбить, она уйдет. Да там одни бандиты в этой власти. Бывшие коммунисты, которые стали капиталистами. Я даже не буду вам задавать своего вопроса. Я вас попрошу прокомментировать то, что вы услышали сейчас от наших зрителей. По сути, мы сегодня говорили о том, прошла Украина точку невозврата или нет. Мнения наших зрителей очень разные. Кто-то говорит, что вообще не нужно ни о чем беспокоиться. Они очень верят в наших братских соседей. Андрей Юрьевич, начните вы. Вы знаете, Украина очень сильно больна. Причем больна она не только на высоком уровне, на уровне политиков, государственных деятелей, так называемых. Она очень больна и на низовом уровне, среди простых граждан. Потому что та ситуация, которую создали, психологическая, информационная, даже, наверное, можно точнее сказать, психиатрическая ситуация, она очень сильно воздействует на мозги людей. И люди, в общем-то, значительное количество людей на Украине потеряли адекватность. Так что с точки невозврата? А с точки невозврата то, что государство в Украине не будет существовать, это однозначно. Это вопрос времени. Игорь Анатольевич. Я как тот человек, который хочет верить в лучшее, а готовиться к худшему. То есть все-таки хочется верить, что точку невозврата не прошли, потому что распад страны в мягком нашем подбрюше это катастрофа и для нашей страны, но тем не менее нужно к этому готовиться. И вот начиная от отвода действительно энергетических наших решений, вопроса через ЮК или через Севервода, заканчивая нашими транзитными вопросами, нужно просто быть готовым к тому, что нам придется нести ответственность за ту часть страны, бывшей Украины, в фазе в ближайшее время, за которую мы как-то можем нести ответственность. Все остальное не наше. Кстати, давайте проголосуем в студии. Возьмите, пожалуйста, пульты. Вы как считаете, да? Можно ли еще успеть остановить развал Украины или нет? Все тот же вопрос о точке невозврата. Да или нет? Как только будут готовые результаты, мы их озвучим. Я считаю, что ничего с Украиной не будет. Все у нее так вот, как оно есть и хорошо. Люди будут мучиться, конечно, будут оттуда разъезжаться. В той территориальной образовании, которую мы сегодня называем Украиной, она останется. Руководители их будут меняться. Единственное, у меня есть такой совет, конечно, к Порошенко. Вот он там все про вышиванки. Они любят эти обсуждать вещи. Зачем он копирует президента Соединенных Штатов? Он один из немногих лидеров постсоветского пространства, который читает свои речи с телесуфлера. Полупрозрачные такие экраны стоят. И он, значит, обращаясь в одну сторону зала, в другую, делает умное лицо и говорит, как будто бы он не читает по бумажке. Даже Владимир Владимирович читает это с бумажки, крупным текстом написанным. Так вот я ему советую, чтобы там стояло, значит, два человека в шароварах с этими, значит, с хохлами большими и держали свитки. Один слева, второй справа. Вот тогда они будут ближе к такому своему национальному духу. Поняла, да. Давайте подведем итоги, да, у нас есть результаты. Мы понимаем, как что ответила наша аудитория. Да? Нет еще? А. Ну, да, 57% оптимистов. Елена Борисовна, что скажете? Елена Борисовна, вы нас слышите? Да, только у меня что-то... Да, да, да. Ваши 20-ти годы. Я хочу, понимаете, все-таки как гражданка Украины, человек, который там родился. Я украинка в седьмом поколении, ну, украинка, галышанка, западная украинка в седьмом поколении. Ребята, Украины больше нет. Моя родина умерла на Майдане в 2014 году. То, что сейчас на этой территории, я называю словом «укропа». Это уже не Украина и еще не Европа. Это микс. Зараженная вирусом неонацизма и возведшая это в статус своей государственной политики, это образование нежизнеспособно. От него уже отваливается галичина, которая скачками мчится обратно в Европу. В 1939 году только эти территории были отняты у Европы. Страна разваливается. К сожалению, мыслу спасти у нее нет. Мысль понятна. Она тяжелая. Спасибо большое. Сергей Борисович, что скажете? Дорогие 57% оптимистов, я с вами. Как аналитик с большим стажем, я абсолютно уверен, что Украина как государство сохранится. Но в состоянии полураспада она будет еще долго. И, к сожалению, еще долго будет и тяжело болеть. Но я также абсолютно уверен, что в Украине существует огромный, скрытый запрос на мир и реформы. На уровне простых людей. Этот запрос пока еще не выплескивается в политическую сферу. Люди боятся высказывать его публично. Но этот запрос выйдет наружу, на улицы, в парламент. И сыграет свою роль. Украина все равно в силу инстинкта самосохранения развернется к миру и реформам. Думаю, что без него обойдется. Спасибо. Просто развернется к миру и реформам. Хорошо, спасибо. Евгений Георгиевич. Я в данном случае оптимист, но другой. Я считаю, что процесс распада искусственного образования под названием Украина начался. Остановить его может только сильный лидер, пользующийся безоговорочной поддержкой населения и поддержкой основных геополитических игроков, то есть России и Европы. Такого лидера нет и в ближайшее время не будет. А раз такого лидера нет и в ближайшее время не будет, раз нет такой политической, военной, экономической силы, значит, будет развал, значит, будет децентрализация и детмощина. Поэтому нам не нужно гадать, будет это или не будет, а готовиться к этому. Как к этому готовиться? Нам нужно информировать население дружественной нам страны о том, что у них происходит. Они должны знать реальность, они должны знать о том, что мы дружно с ним настроены. И второе, и работать с украинскими реальными силами, с олигархами прежде всего. С ними нужно налаживать контакты, они могут навести порядок. Да, да, спасибо. Некоторые. Это была открытая студия.